Всем привет, дорогие друзья, и мой путь в аниме продолжается. Сегодня я подобрал тайтл с отзывами практически только негативного характера. Картину зрители ругают за рисовку, сюжет главного героя, второстепенных персонажей. В общем, критики интернета опустили сегодняшний Сикай куда-то на дно. Поэтому представляю вам аниме, где есть мир полный чудовищ, храбрых воинов, вкусной еды, армии умной слизи и подлых людей, соединяющихся в целые культы. Произведение под названием Реинкарнация в другом мире. Получив вторую профессию мудреца, я стал сильнейшим. Но перед тем, как мы с вами активируем на максимум силу мудреца шести путей, я хочу попросить вас сделать для меня уже по традиции три одолжения. Первое, поставите лайк под роликом. Второе, подписаться на канал. И третье, перейти ко мне в прекраснейший телеграмм с анонсами и фулами картинок. Ведь, как я часто повторяюсь, тебе просто, мне приятно. Приготовься и погнали! Мир, лес и взрыв. С лету врываемся в битву с зомби-существами, против которых сражается главный герой по имени Юджи Сано из класса призывателей. Парень явно обладает серьезной силой. И выполнив очередное легкое задание со сбором трав, Юджи возвращается во временное место жительства. Город Фастан, где также располагается гильдия искателей приключений. Куда, собственно, и пришел за наградой наш призыватель. Вокруг него же моментально взгляды посторонних обратились на добычу молодого. Он, видимо, из-за обыкновенной крутости добыл невероятно редкие цветочки. По заданию гильдии планировалась маленькая партия. А ГГ притащил целую кучу, естественно, окружающие в шоке. Ведь с виду призыватель ничего из себя не представляет. Класс у него не такой сильный, а мальчишка вообще хилый и не накачанный, как остальные. Но Юджи, мускулы и защита ни к чему. Так как имея высокий ранг призывателя, главный герой собрал себе божественную команду. Состоящую из семейки Слизи, пушистого гордого волка и маленькой Дриады. С ними Юджи способен на все, что угодно. И дабы продемонстрировать свои способности, на город ГГшичи нападают те же зомби из леса. Только с помаркой в количестве. А если быть точнее, на город Фастан надвигается армия мерзости. И само собой, приключенцы станут теми, кто попытаются отбить волну нежити. Хотя, поначалу, от страха быть побежденными, глава гильдии предложил всем убраться из города. Но того быстро переубедили второстепенные герои и сам Юджи, предложив господам провернуть одну авантюру. Есть у призывателя туз в рукаве под названием Магия Дракона. Ее он извлечет из драконьего артефакта, спрятанного в Слизи. Но для начала, чтобы применить заклинания, Юджи потребуется подготовиться. Так что первые волны крипов понадобится победить без мега сильной магии. Впрочем, проблем с обороной, даже без прямого участия заклинателя, у остальных приключенцев не вызывает. Они, может, и не сразу, а кто-то даже с тяжестью, но все же побеждают монстров. Однако, силы человечества истощаются быстро. Демоны идут, наращивая темп, а людишки устают. Тем же временем, Юджи почти закончил подготовку. Его фронтовой отряд Слизи, Волка и Дриады, также вовсю помогают главному герою, останавливая причину новых волн. Плохая личность была найдена в лесной чаще, и по приказу призывателя, Слизяшки поймали тайного человека, который незамедлительно угробил себя. Чтобы не раскрыть защитникам города свои секреты. Печально, добыть сведения о нападении у погибшего, к сожалению, не выйдет. Но раз так, то Юджи принимает решение покончить с битвой. Заклинание дракона готово. Город погружается под барьер, и огненный залп высвобождается. Тут же все, что находилось за фастоном, аннигилируется. А использовав повторный залп магии, скажем так, для стопроцентного уничтожения врага, Юджи оканчивает сражение. И сам же падает без сознания. Мана главный герой потратил немало, поэтому не страшно, что пару часиков призывателю пришлось поспать. А очнувшись вечером и увидев деяния рук своих, как все радуются, приятно проводят время, восхваляют защитника, одаривают призывателя комплиментами. Гагай, вспомнив про свое офисное прошлое, не сдержался и ушел. Он покидает город Фастон без награды и принимается за путешествие к следующей цели. Вхождение в большую столицу Килия. Тут призывателю нужно устроиться в местную гильдию, чтобы снова в тени, не вызывая подозрений, выполнять задание честным трудом. Но сам процесс регистрации был не шибко удобен, так как по общему мнению человечества, класс призывателя не годен для битв. И регистраторша чуть ли не отвергла заявку на вступление ГГ. Благо Юджи счастливый обладатель других важных скиллов. Он умеет кастовать ряд магических способностей, а лучшим пунктом в его характеристиках считается безопасность. С главным героем любой отряд получает повышенную выживаемость. Это при подаче заявки игнорировать нельзя. И Юджи был успешно принят в гильдию, где в ту же секунду его позвали в пати отряд из двух милых девочек и воина кинжалов Лотиса. Хотя, вернее, было бы сказать, что зовут в компашку исключительно девушки. А Лотис брезгливо смотрит и жалуется на класс призывателя, мол, Юджи просто станет амебой и утянет ребят на днище. Правда, слушать самого Лотиса никто не стал. Как говорят подружки, Лотис до этого имел личный отряд, который испарился по неизвестным причинам. Вдруг Лотис скрытый злодей? И что, если он сам избавился от предыдущих товарищей ради какой-то выгоды? Подобные мысли девушек заставляют Лотиса закрыть рот и смириться с призывателем в команде. Сам же Юджи не особо выражает эмоции по поводу вступления в новую группу. Он лишь рад, что может ходить на задания, в которых его используют как разведчика. Благодаря слизи и волчонку, Юджи докладывает обо всех близлежащих врагах. Никакая угроза не пройдет мимо глаз ГГ. А с самими противниками великолепно справляется кинжальщик. Видно, что он опытный боец плюс, эксперт в дикой природе. И вроде, по мере продвижения задания, он кажется неплохим человеком, знающим толк в деле приключенца. Потому команда смогла отдохнуть в лагере под надежной защитой профессионала. И покуда Юджи спал с девушками по палаткам, нам бонусом дается шанс увидеть предысторию главного героя. Парень во сне вспомнил, как попал после работы в офисе в совершенно другой мир. Чудесный, магический, со странными интерфейсами. Тогда-то Юджи и узнал, что он превратился в призывателя. А первым прирученным существом стала крохотная слизь. Которая привела хозяина в потрепанный дом с книгами и другими маленькими друзьями. Каждого из них по итогу Юджи приручил. И по умению ГГ, все малыши начали изучать книги, хранившиеся в доме. Таким вот образом, Юджи получила звание мудреца. В его голове хранятся сотни навыков. А сами призываемые существа буквально эволюционировали в потрясающих напарников. Но, несмотря на классный сон с воспоминаниями, отдых ГГ длится не вечность. Просыпается Юджи из-за криков слизи, докладывающий призывателю о побеге Лотиса. Кинжальчик куда-то побежал со всех ног, оставив лагерь без охраны. Естественно, за ним следом вышли беспокойные девушки, дрожащие от страха. И главный герой с веселой труппой всемогущей слизи. Юджи, не церемония с частной жизнью Лотиса, произвел экстренную проверку местности и выяснил, что мужичок-то и впрямо казался предателем. Лотис, как в случае с прошлым отрядом, собирается продать красивых девушек в рабство белому старику-бандиту. Парня же можно оставить погибать в лесу, а затем выдумать байку о несчастном случае. И вновь вернуться в гильдию за поиском следующих неудачников. Как славно, что злодейских бедолаг успела окружить слизь. Лотис с преступниками взяты в капканы по приказу Юджи. Их логово замораживается, а тела еще живых дурачков отдаются на хранение к слизи. Дело о добром с виду Лотисе закрыто. Девушки спасены, никто не пострадал, а главный герой опять выслушивает излишнюю благодарность в свой адрес. Что ненароком возвращает на секунду офисного планктона в прошлое. Когда Юджи постоянно просили помочь, и от него зависели чужие судьбы. Это было тягостным временем, и ГГ не желает повторять свою прошлую жизнь. Лучше продолжить следовать гильдийскому заданию, без каких-то особых увлечений. Обычно, без фокусов, постараться найти цель миссии каменного дракона. С оставшимися девочками Юджи спокойно исследует лес при помощи сканеров слизи, и легко находит то место, про которое говорилось в записях задачи. Великий каньон. Тут отряд из трех человек практически беззащитен. Хотя с прислужниками ГГ девушкам страшиться предстоящей битвы не стоит. Парень сам расчистит путь для нетрудного прохождения. Впрочем, не успела команда приступить к зачистке каньона, как небо окрасилось в темно-фиолетовый цвет. А луна наполнилась голубым. Предзнаменование сбылось. Некий голубой дракон восторга снизошел на землю спустя много лет и вернулся, чтобы опять раздраконить половину человеческого континента. Теперь же все разговоры переключаются на всемировую угрозу. Про смешного геовишапа, на которого было зарегистрировано задание мигом, все забывают. Хотя справедливости ради, награду за него и старого бандита. Ребята по возвращению в столицу получили достойную. Но, так как отныне у гильдии есть более серьезная проблема, всех сильнейших, в том числе и Юджи, загребают до собрания командования. Юджи очутился тут по счастливой случайности. Один из командиров был удивлен его победой над каменным чудищем. И раз парень обладает возможностями победы над подобными существами, то он точно пригодится и в борьбе с голубым драконом. На собрании же произносится доклад. Священник столицы Клиэштайль, обладающий наибольшими знаниями в сфере легенд, рассказывает, как голубого дракона однажды победил божий посланник. И сейчас, уже без подмоги сверху, людям надо взять верх над безумным монстром. Иначе всех ждет бесконечная резня и подрыв части планеты. И кому же, как ни ГГ, выпал шанс на сражение с голубым? Приготовления к драке идут полным ходом. Юджи прагматичный человек. Он любит тщательно подготавливаться ко всему. И неспроста жизнь за это его поощряет. Священник Штайль, тот, что разъяснял про легенду дракона, перед боем Юджи, подарил тому серый кинжал. Оружие, раскрывающее всю свою мощь в руках только опытного и крайне сильного человека. И обретя новый предмет, ГГ вышел на охоту. Голубой дракон с места не сдвигался. Там, где появился, там он и заряжается энергией для будущей атаки. Что крайне удобно для неожиданного и резкого нападения со всех сторон одновременно. Используя слизь, Юджи наносит урон дракону с разных ракурсов. Сбивая громадину с толку и в конце концов, нанеся серым кинжалом финальный удар, заставляет голубого активировать свою самую сильную стадию. И если Юджи идеально сблизится с драконом, то он, как и предполагалось, победит. Дракон из легенд повержен. Его тело станет удобрением для леса, а в Клео на рассвете каждый к утру был в курсе об исчезновении апокалипсиса. Но главный герой ушел раньше, чем того успели наградить. Долго сидеть в Клео не получилось. Юджи ждет следующая остановка, а наводку на следующее место. Ему подкинули девочки из уже прошлого отряда. Подруги проговорились про город Рикардо. Там и спокойно, и покушать можно изысканной кухней, и короче, сплошная благодать. Однако, дорога до Рикардо занимает время, и за путешествие Юджи успевает Дриаде помочь со сбором полезных для зелий мана грибочков, появившихся из гибели голубого дракона. И историю знакомства нам поведать, как парнишка нашел покалеченную хранительницу леса, и как спас ту от яда красного кристалла, который хранит в себе убийственное отравление. Что интересно, кристаллы, как и полезные грибы, появляются вследствие гибели какого угодно высокопоставленного дракона. А некоторые люди в этом мире научились пользоваться этими безобидными дарами во вред другим. Например, заключать в кристаллы демоническую силу, и как было недавно, организовывать нападки на поселение. К слову, когда Юджи вернулся на тропу к Рикардо, и практически был у входа, он заплутал в мрачную деревушку, покрытую туманом. В деревне народ выглядел не шибко адекватным. Это понятно невооруженным глазом. Самому ГГ тут неуютно, и ясно, что Юджи решил поскорее убраться отсюда. Хотя немного жаль, что главный герой покинул эту территорию. Ведь когда призыватель оставил жутких гостей, те облачили свои истинные намерения. Граждане деревни связаны с культом, названным Голубой Луной, в котором участники хотят при помощи знакомых нам драконьих кристаллов очистить этот бренный мир от заразы. Да, получается даже во внезапно заснеженную глушь, куда наконец приволокся ГГ, прославленный богатой едой город Рикардо, до Юджи с большой вероятностью доберутся неприятности. И причем трудности возникают почти с порога. Подойдя вплотную к городским воротам, Юджи узнает, что на местах в последние дни осыпался грозный холод со снегом. Хотя раньше в Рикардо никогда не было морозов. Такая погода погрузила ранее теплый городок в хаос. Жители не выходят из домов, рестораны не работают из-за обрыва поставок древесины, так как до холодов все дрова тратились максимум на приготовление пищи. Сейчас же на еду деревьев не хватает. Рубка процесс трудоемкий. И плюс саму рубленную древесину необходимо подготавливать. Нарезать ее правильной формы, высушить и лишь тогда использовать в повседневной жизни. Юджи задачу понял. Если городку нужны дрова, то пожалуйста. Главный герой без усилий срубит целый лес. И бонусом подготовит древесину к полной эксплуатации. Все ради работы ресторанчика и деда-шеф-повара, наградившего приключенца отличным сочным стейком. Еда в Рикардо действительно стоила того, чтобы добраться до нее. И раз Юджи с разрешения старого повара может кушать тут без остановки, то и все проблемы города главный герой подумал взять под свою ответственность. Мудрец забрал все задания вместо гильдии на вырубку леса, прибыл на точку сбора и срубил несколько тонн отборных деревьев. Отапливать город отныне сможет каждый житель. Тем не менее, на этом достижении Юджи не остановился. Он продолжил исследование местности и обнаружил предмет лютого мороза вокруг. Шарик из того же материала, из которого появляются зловещие кристаллы. А вот кто сюда поставил магическую порчу, отравляющую почву Рикардо, превращая весь город в заснеженную цивилизацию, загадка. Да и по большому счету это не важно. Юджи главное уничтожить все вредоносные предметы. Благо, со взрывами он справляется на ура. И как, кстати, подрывая еще один шар, Гаган наткнулся на секретный подземный проход. Идти или не идти туда вопрос риторический. Поэтому спуск производится немедленно. И помещение, куда вошел Юджи со спецназом с Лизи, простирается на много комнат вперед. Понятно, что тут ведутся активные работы. И основные эксперименты проводятся над, кто бы мог подумать, драконьями-кристаллами. А следят за их активностью культисты Голубой Луны, за которыми проследив при помощи с Лизи, главный герой вышел на Туманную Деревню. Оттуда и протягиваются коварные ручки поехавших психов, выдумавших себя идиотские стереотипы о мире. Удачно, что Юджи уже окружил и оцепил всю территорию Туманной Деревни. Ведь как раз у культистов появились вопросы, мол, что происходит? Почему кристальные шары уничтожены? Или, одним словом, больных настигла паника? И выход из тяжкого положения у круга по интересам был один. Через собственные жизни ребята подготовили сюрприз. Магический зеленый огонь. Откликнувшийся на крыль культистов, он собирается взорваться на колоссальное расстояние. Хотя взрыву для начала бы преодолеть барьер Юджи, который тот выстрел заранее, почувствовав шорох земли. Усиленный защитной магией главного героя, барьер принял взрыв в себя. Исходящая мощь пугающая. Слизь Гага немного переживает, а Юджи ищет в своих навыках лучший вариант для безвредного обезвреживания зеленой магии. И ничего идеальнее, чем святое рассеивание он не нашел. К несчастью, заклинание такого уровня требует от владельца чуть ли не безграничной маны. Так что весь запас призывателя практически сразу улетает в минус. Но святая магия еще держится за счет хп Юджи. Тут важно сохранить баланс. Между маленьким остатком здоровья и тотальным контролем над пламенем. Без сомнений, для Юджи это стало испытанием его личных лимитов. Во всяком случае, не без греха. Но Гага справляется с удержанием страшного взрыва. А до рядом пострадавшего от морозных деньков культистов Рикарда донесся лишь шум из туманной деревни. И сияние от взрыва, которое было видно всем жителям. И они посчитали, что там где-то упал метеорит. К слову, справедливая догадка Юджи понравилась. Тем более под эту теорию хорошо ложится тема с быстрым возвращением климата города в норму. Что позволяет Гага не выделяться и не казаться уж слишком умбовым человеком. Крутой лесоруб тоже достойный титул. В награду же и Гулеша не стыдно заесть. И да, всегда притягательная награда. А набив пузо, отоспавшись и проснувшись под вечер, Юджи в бодром здравии приступил к чтению украденных скрытых материалов культистов. Из уничтоженной деревни вычитать удалось только один документ. Прямой список целей для наемников группировки Голубой Луны, где последним числился сам Юджи. Его подозревают в чрезвычайной силе навыков. А убийцам, работающим на Голубую Луну, был дан приказ проследить за призывателем. Выяснить его параметры и при необходимости устранить, если он за правду несет угрозу. Все эти сведения Юджи узнал уже на следующий день, когда благодаря слизи Гага спалил место расположения двух наемников высокого уровня. Уничтожить же в ответ своих врагов главный герой не захотел. Он не желает устраивать мессиво, пока добирается до своей новой цели. В городе Рикардо Юджи порекомендовали обратиться к шикарному мастеру Ковке. Специалисты находятся далеко и путь, если не считать постоянно следящих за каждым передвижением Юджи наемников, прошел гладко. И в деревне Кузнеца Гага решил наконец избавиться от преследования. Но, как я подчеркнул заранее, драться Юджи не хочет. Так что перед шпионами стартует спектакль Укротителя. Он притворяется дурачком, никчемышем и в общем, человеком, не способным кому-либо навредить. Хотя с цирком Гага перестарался. Ему пришлось изощряться по-разному, чтобы отбить всякие опасные мысли у преследователей. Юджи специально не сражался, создавал иллюзию слабости подконтрольных существ и все равно облажался. Применив из-за неожиданности атаки со спины призванный меч. Резко убийцы Голубой Луны потеряли дар речи. Они и представить не могли, что призыватель умудрится так ловко выкрутиться из сложной ситуации. Юджи в свое время готовит оборону против наемников. Если они сейчас нападут, он будет готов. Впрочем, битва никакой не предвидится. Убийцы смахнули момент с мечом на случайность и инстинкт самосохранения призывателя. Поэтому свежка за целью прекращается. Имя главного героя вычеркивается из списка. А Юджи, проследив самостоятельно за наемниками, узнает, что те готовятся носить на шею другому человеку. По приказу сверху, пара убийц Голубой Луны на рассвете отправятся за чьей-то головой. Юджи такой расклад дел не импонирует. Ему самому было неловко жить, пока за ним следили. И, похоже, участи для других он точно не хочет. Поэтому убийцы быстренько замораживаются слизью-разведкой. И Гагая с чистой душой и спокойствием смог вернуться к повседневности. Юджи с деньгами направился к известному кузнецу. Дабы мастер создал мини-защиту на слизь и волчонка. Дедуле идея понравилась. Он взглядом проанализировал существ призывателя и увидел в тех внутреннюю силу. Но сразу за ковку кузнец сесть не может. А виной тому неподалеку возвышающийся горячий вулкан с подарочком внутри. И говорю я не об одной угрозе, а целой расе драконов, расположившихся на той территории. Проблема же заключается в том, что старика, но для ковки. И создание столь защищенных и крутых доспехов, которые могли бы сравниться с магической силой существ Юджи, нужны кристаллы из тех самых драконов. А добывать их обычным авантюристам всегда было сложно. Ведь единственная слабость монстров это вода. А маги в этом мире часто не практикуют волшебство воды. И даже если водные техники у человека имеются, то вызвать нужное количество влаги для победы над огненным драконом не сможет практически ни один простолюдин. А таскать на гору бочки с водой никто не будет. Так и получается, что материал из драконов превратился в ценную редкость. А для Юджи это потрясающие новости. Во-первых, у него есть слизь. Она сама из влаги состоит, если что подсобит в работе. И во-вторых, главный герой стал супер заклинателем воды. Ему нравится влажная стихия и все, что с этим связано. Поэтому убийство драконов не составили для Юджи заморочек. Хотя интересный микро-момент все же проскользнул. Оказывается, слизь боится драконов. Так как в детстве мама семейства всегда пугала детенышей байками о злых летающих ящерицах. Но, вопреки сказкам, слизь не посмотрев на своего призывателя и то, как он быстро расправляется с огненными существами, сами избавились от внутренних страхов и воодушевившись пошли в бой. Кстати, на вулканической территории Гага подобрал в пате новых союзников. Слизь не из огненной природы. И расширив состав, парень начал истреблять все живое с раннего утра и до позднего вечера. Зачистка завершена. Драконы в огромном количестве повержены, а дедушка получил необходимые материалы и сотворил для гордого волка вместе со слизью здоровские доспехи, ускоряющие передвижение носителя и дарующие тем больший запас магии. Прислужники Юджи усилились в разы. Правда, на этом апгрейд не завершается. Компашку можно поднять по уровню еще выше, но для этого понадобится одолеть красного дракона, живущего непосредственно внутри вулкана. И как только речь зашла про лютого монстра, рядом с вулканом образовалась аномалия. Похоже на отбитие атаки в астане. Кто-то потревожил чудовище, заставив вулкан проснуться. Сидевший там красный дракон восстал из лавы. Как остановить столь могущественное создание, вопрос хороший. Тем более думать надо быстро, так как к дракончику поднимаются сомнительные личности. Два парня с бочками и навыками воинов. По информации с Лизи, дают же доходят их разговоры. И разумеется, мужики пришли из культа голубой луны. Снова больные ребята хотят устроить веселуху со взрывами, жертвами и другим горем, которая попытается предотвратить и наш призыватель. И биться ему выпало в одиночку против огненной твари. С резистом от практически всех эффектов. Даже урона от воды не хватает. Она просто испаряется под жаром дракона. Есть лишь единственный победный план. Но для него надо удержать горячего демона. И не разрешать тому ускоряться в передвижении. Чтобы Юджи успел подготовить приличную порцию воды из источника реки. Выпущенный целиком на дракона под давлением. Победа определена. Или же слизи с гагеток показалось. Конечно, в игру вступает вторая фаза свирепости и дракон. Опять встает на ноги и заряжает последний выстрел. Готовящаяся атака, если ее не отбить, уничтожит деревню и все, что находится рядом. А дабы помешать выстрелу, Юджи, видимо, применит что-то сопоставимое по силе. Ледяное заклинание, пожирающее у мага почти все остатки выносливости. И слава богам, жизни Юджи хватило на то, чтобы одолеть настолько опасного противника. В награду же главный герой получил толстенный камень для ковки и современное устройство вызова погодных условий, которое герой отнес в гильдию после улучшения доспехов. И расспросив местную регистраторшу поподробнее про прибор, Юджи выяснил, что культ голубой луны, а именно он притащил к вулкану странную штуку, разозлившую дракона, базируется в еще одном городе, Андрионе. Где все живут инкогнито и не любят светиться на виду, а особенно там не уважают чужаков. В этой локации, куда пришел ГГ, люди абсолютно осторожны ко всем мелочам. Взгляд у каждого острее лезвия ножа и новенький призыватель в гильдии. Здешних мужиков не радует, тем более если учесть тот факт, что почти каждый тут человек связан с культом голубой луны. И вот по поводу этого культа на непредвиденную встречу с главным героем приходит отец Штайль. Священник из Фастана с учеником пригласили Юджи в скрытую от внимания церковь, где Штайль преподносит призывателю историю организации голубой луны. Когда-то давно сам Штайль стоял у истоков основания нынешнего культа. Намерения на тот момент были благими и что ни на есть священными. Однако один из последователей Штайля по имени Уолтер, видя какой силой обладают маги, пользующиеся божественными способностями, решил использовать дар во вред людям. И Уолтер превратился в главного соперника Штайля. И вдобавок Уолтер уничтожил весь старый отряд своего учителя. И навязал строгую политику новому завету голубой луны. Очищение земли и другая эра человечества. Для осуществления кровавого плана Уолтер собрал всю темную силу богов и собирается обрушить ее на весь мир. Подведя рассказ к точке, Штайль также сказал Юджи, что призыватель, возможно, сможет сам остановить Уолтера. По легендарным писаниям, на землю во время бедствия спустился Укротитель, способный использовать серый кинжал правосудия и очистить все зло. Из этого ясно одно. Юджи ждет битва, которую не с чем будет сравнить. Хотя первым в бой отправился вовсе не он, а Штайль с верным учеником. Они нашли место обитания Уолтера, вошли туда при помощи святой силы Штайля. И дойдя до конца, попадавшись с кучкой недозащитников голубой луны, герои увиделись с Уолтером. Наделенным проклятой магией. Он, увидев старого друга с насмешкой, приказывает собственному ученику Штайля напасть на того. Видите ли, паренька давно завербовали, и теперь добрый мужчина остался в одиночестве у врага в лапах. Благо, в этот же час на сцену врывается Юджи. Он также нашел дорогу до данжа, сломал барьеры, сейчас, стоя между двумя богом, связанными людьми, он хочет задать вопрос. Скорее всего, связанный с его происхождением. Но слово придется придержать при себе. Все же Уолтер не дремлет и активирует основное оружие культа. Машину, призванную преобразить Уолтера в нечто похожее на летающего дракона и зомби одновременно. Летающее противное создание, к тому же, обладает разумом. Уолтер контролирует это тело, из-за чего? Над устранением Юджи работает в два раза сложнее. Хотя, имея в арсенале имбалансную слизь и правильное распределение способностей, для Гага даже умный дракон не встал ребром. Отнюдь, используя доспехи старого мастера, главный герой умело вывел из строя изменившегося Уолтера. А тот, своими последними словами, предался возмездию Всевышнего. И каждое тело культиста, в том числе и дракона, воплотилось в ядовитую жидкость. А за ее объединением, к смертным Юджи с Шальта спустился Мудрец. Посланник с небес из-за легенд церкви, обитающий на земле и когда-то воинственно сражающийся с драконами, вновь оказался в людском мире. Мудрец, как и наш Мудрец Юджи, обладает магией сверхуровня. Плюс, по заметкам Гага, вражеский Мудрец имеет неограниченный запас маны. И тем не менее, хитрость у противника все-таки обделили. Поэтому у Юджи получается силой спустить его копию вниз и тут же атаковать магией, превосходящей по уровню эталона. Мудрец же не сдается. На взгляд проигрывающий, поединок только начинается. И личность окрашивает все окружение фиолетовый цвет. Означающий большую концентрацию в воздухе ядовитого проклятия, призванного заразить чудищ по всему континенту и заставить зверинцев нападать на города. Покуда сам Мудрец сможет сконцентрировать абсолютно все внимание на Юджи, которому приходится сражаться на два фронта. Защищая людей по всем городам и в тот же миг защищать себя. Причем маны сейчас тратятся в два раза больше и реально в данной ситуации у Юджи огромные сложности. Хотя часть сил ГГ может оставить себе, потому что случилось самое настоящее чудо. Произошла так называемая командная работа. Все города, где побывал Юджи, все герои, которых он повстречал, не забыли о подвигах приключенца-призывателя и ради парня. Люди от Фастона до Рикарда, от новичков до стариков, все объединились против монстров из фиолетового тумана. А Юджи, поняв ошибку в своей прошлой жизни и как убого выглядело его одиночество, также воодушевился, выпил зелье маны, подаренное Дриадой, и с новой тактикой стал бить в мудреца всевозможными заклинаниями, от базовых до святых, от количества разной магии, концентрации ударов и пореза Штайльским кинжалом. Недомудрец, не выдержав разрушения тела, проигрывает. Фиолетовая зараза пропадает с небес, а Юджи сияет как никогда. Люди празднуют победу. Штайль молится чистому богу за будущее сохранение жизни всех добрых душ, Юджи же стесняется полученной репутации спасителя, а культ Голубой Луны продолжает работу над очередным планом свержения миропорядка. Так что в следующих приключениях главного героя Юджи столкнется еще с немалым числом препятствий и преград. Конец первого сезона. Ну и пару слов напоследок. Аниме «Жизнь перерожденного мудреца в другом мире» без сомнений не является чем-то прогрессивным в сфере ИСКФ и фэнтези. Ничего нового в приключениях Юджи нам не показывают. И это одна из многих причин рецензентов минусовать этот тайтл до смерти. А в основном аниме ругают за повторение кадров, без харизматичного ГГ, вялость раскрытия других персонажей, и я видел, что даже анимацию ругали. Однако, отсмотрев это аниме полностью, я смог открыть для себя свою точку зрения на сие произведение. И давайте кратко. Этот ИСИКай мне понравился. Да, я не слепой. Мне тоже, как и всем, было неприятно смотреть на повторяющиеся кадры, и я не глухой. Некоторые диалоги и повторение мировых квестов меня также подбешивало, но почему-то меня аниме смогло зацепить своим миром. Он веселый. Тут есть люди с явно богатой историей за плечами. Также здесь постоянно происходят стычки, которые дарят нам новые приключения, разгоняющие бесконечный двигатель истории. И в этом двигателе есть лишь одна, как по мне, главная проблема. Герой Юджи. Он для меня сыграл в этом аниме роль второстепенного персонажа. Уж простите, но гарем из слизи забирал все внимание на себя. Впрочем, назвать ГГ плохим у меня тоже язык не повернется. Он хороший паренек с мрачным серым прошлым и с зажатой личностью внутри. Что уж тут говорить. Подобная офисной жизнью, как у него, многие в современном мире живут. И что, это повод их ругать? Это повод минусовать людей без ярко выраженных эмоций? Нет. Скорее наоборот. Такие сказки, как и Секая, позволяют на время отдалиться от постоянно повторяющейся реальности, где люди, сужу по себе, часто живут днем сурка. А сегодняшний Секай, как и многие другие такие произведения, раскрывают персонажей изначально похожих на тех, что существуют с нами на земле, под иным позитивным углом. И это здорово, когда на сказку можно посмотреть хотя бы со стороны зрителя. Так что ставлю аниме твердую шестерку с плюсиком. Повторюсь, аниме не перво проходит в чем-либо. Нет. Это средний по внешним характеристикам тайтл. Ни рыба, ни мясо. Просто сам мир, как мне показалось, выглядит живым и перспективным. Потому среднюю оценку с плюсиком сверху тайтл, по моему мнению, заслуживает. А на этом у меня сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр и скоро увидимся. Пока-пока.